Ола, амигос, на связи Матвей. Сегодня 13 июня 2021 года, и в этом видео я собрался играть в первую главу Фортнайта на своём обычном Android-смартфоне. Да, ребят, вы не ослышались, это ни шутка, ни кликбейт в интернете. Я реально нашёл АПК-файл старого Фортнайта, установил его себе на телефон и, более того, даже смог в него поиграть. Честно скажу, этот АПК-файл имеет свои приколы, это не тот Фортнайт, который мы привыкли видеть, но всё же это единственный шанс окунуться в атмосферу тех времён. Времён старой карты, старых скинов, старых оружий, ну и тому подобного. Но перед тем, как мы начнём, хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель, если ты впервые на этом канале, и если ты так же, как и я, играешь в Фортнайт на своём мобильном устройстве, то обязательно оформляй подписку. Тут ты сможешь найти единственный и лучший контент по Фортнайт Мобайл во всём СНГ. Также обязательно поддерживай наше единственное мобильное сообщество игры в ежедневном магазине Фортнайт. Тег автора мотивкар смело води и покупай исключительно с ним. А также теперь я читаю именно трёх пользователей, которые первые оставили комментарий под последним видео на канале. На этот раз огромное спасибо Славе, Зану и Силке, очень приятно, что смотрите мои видео первыми. Надеюсь, вы меня подели, и теперь давайте наконец-таки приступим к обзору на первую главу Фортнайт в 2021 году. Всё это будет на моём обычном телефоне, уверен, такого вы ещё нигде не видели. Сразу хочу отметить, что выложу АПК-файл на эту старую версию Фортнайта, как только под этим видео соберётся более 500 лайков. Ребят, так что если вы смотрите этот ролик и видите, что под видео более 500 лайков, ребят, чекайте закреплённый комментарий, потому что там вы сможете найти АПК-файл на эту версию Фортнайта. Что ж, ну а давайте теперь приступим к самой игре. Вот сейчас вы видите иконку старой версии АПК-файла на Фортнайт, первая глава. Справа видите последнюю версию Фортнайта, то есть да, сразу видно по иконке, что нас ждёт первая глава, потому что, насколько я помню, в мобильной версии игры в первой главе была именно такая иконка. Там, по-моему, до восьмого сезона. Что ж, давайте запустим игру и посмотрим, как она выглядит. Сразу видно, что сделано на движке Unity. Так, ой, во, всё нормально. Старый загрузочный экран, старая музычка. Надеюсь, вы услышали. Что-то, давайте начнём. О, старое лобби. У нас есть Save the World и Battle Royale режим. Но Save the World, к сожалению, не работает, что очень печально. Также тут есть настройки. Ну, тут ничего интересного. Давайте вернёмся. Также здесь есть кнопка выхода. Если мы на неё нажмём, то нас просто выкинет из игры. Что ж, ну давайте нажмём на кнопку Battle Royale и посмотрим, как выглядит игра. Ещё не играл в криминальную Россию со своего смартфона? Для тебя шикарная новость. Матрёшка – это бесплатная онлайн-игра про Россию, в которой можно погрузиться в игровой процесс с максимальным комфортом. Неважно, где ты находишься – на учёбе или работе, диване или на улице. Ты можешь стать кем угодно. Специально для тебя доступен также голосовой чат, благодаря которому ты сможешь разговаривать со своими друзьями. Заинтересован? Тогда загружай игру, вводи промокод TOPGAME и получай бонус для первоначального развития. Матрёшка, создай свои правила игры. Так, грузится. А, ну, собственно, вот. Как вы можете увидеть, ничего необычного. Старый Джонси со старой винтовкой. Стрелять можно. Вон тут даже чувачки бегают. Вот старая карта. В принципе, ну вот, настоящий старый Фортнайт. Примерно так он и выглядел три года назад. Меня даже радует такой расклад, потому что, как вы можете заметить, здесь есть все стабильные 60 FPS, потому что сейчас в Фортнайте такого нет. Но вот, как вы можете заметить, старые версии есть. Жаль, что здесь не все кнопки функционируют. То есть, вроде как, прицелиться я могу. Прыгать тоже, а вот строиться, к сожалению, нельзя. Ну, то можно побегать, посмотреть на иконку старой карты, посмотреть на старые модельки Фортнайта. Вот этот грузовик, трак. К сожалению, здесь нельзя на нем покататься, как это можно делать сейчас в Фортнайте. Но все же выглядит прикольно. Странно, что я сквозь него могу проходить. Тут есть что-то наподобие инвентаря. У нас тут вроде как бинты, миники, дробаш. Но, к сожалению, что-то заюзать я это не могу. Зато я могу пострелять вот в других Джонси, которые бегают по нашему острову. Хорошая новость, ребят, что эта старая версия Фортнайта может запуститься абсолютно на любом Android-смартфоне. Главное, чтобы версия Android там была 8 или выше. Даже здесь смогли найти преимущество, потому что сейчас Фортнайт идет далеко не на все устройства. А если даже идет, то это в среднем 20-30 фпс, а здесь все 60, при этом на все Android-устройства. Также вот такие старые звуки стрельбы. А если мы подходим и начинаем стрелять по человеку, если вы слышите, то тут тоже такие звуки, прям попадания, которые сейчас мы не слышим в игре, к сожалению. Вот просто представьте себе, вот раньше нельзя было ездить на машинах. То есть они вот так вот просто модельками стояли на острове, и все. Их можно было сломать, получить немного железа. О, да тут даже старый боевой автобус есть. Давайте к нему подбежим, посмотрим, что это вообще такое. Да, кто не знал, то на старом загрузочном острове стоял вот просто вот такой вот боевой автобус, то есть без шара, без всяких вот, без всякого бандажа. То есть вот просто автобус, как будто можно на него сесть, и вот так вот прям поехать. Но также разрабы упустили один момент, и здесь есть вот такой вот край карты. Давайте посмотрим, что будет, если за него прыгнуть. Так, и мы начинаем проваливаться. Хотя стрелять еще можем. Ну-ка, насколько долго мы будем падать, мне вот просто интересно. Пока это все не исчезнет. А, похоже, все, нужно перезапускать игру. Хотя вот графика данного клона в Фортнайте меня удивляет. Смотрите, тут прям тени правильно прорисованы, шейдеры. Я вот такого даже вот в оригинальном Фортнайте, по крайней мере, на телефоне не видел. То есть, да, вы можете посмотреть мое видео про эпические настройки в Фортнайте, по подсказочке в правом верхнем углу, но там далеко не такая графика, как вы можете заметить сейчас у себя на экране. Ну, а так, в принципе, мне больше нечего рассказать про этот остров. Вот здесь есть некоторые дома, в которые вроде как зайти нельзя. Или можно? Можно с этой стороны зайти. В общем, да, тут небольшая такая территория, по которой бегают человечки, по которым можно стрелять и которых можно убивать. Ну, и мы играем за самого Джоунси. У него даже вот на поясе гранаты висят, как это было раньше. В общем, так сказать, настоящая первая глава Фортнайт. Тем более, учитывая, сколько багов здесь, то это реально можно считать первой главой Фортнайта, потому что, насколько вы должны знать, то в первой главе Фортнайта было очень много багов. Постоянно куда-то проваливались. Там текстурки заедали. В общем, я думаю, эта версия от первой главы ничем практически не отличается. Вот здесь даже вот такая моделька двери непририсованная. То есть я вот, опа, и уже в домике выхожу. Ну, в общем, такая призрачная дверь. Блин, а я вот бегаю в этой игре уже около 10 минут. Если честно, мой телефон так нормально себе нагрелся. То есть, видимо, хоть несмотря, что это вот с виду обычная простенькая версия Фортнайта, нагрузку на телефон она выдает достаточно приличную. И да, кстати, кому интересно, прежде на свой канал я уже снимал видео-обзор на одну из пародий Фортнайта на iOS. Можете посмотреть это видео по подсказочке в правом верхнем углу. Получилось очень круто и интересно, ребят, смешно. Вообще там какая-то не игра, трэш. Не знаю, о чем думали разработчики. Но ладно, давайте вернемся к тому, что есть у нас сейчас. В принципе, вещь прикольная. Можно так потроллить друзей, ну или, я не знаю, просто посмотреть интересно на старые модельки Фортнайта. Да и выглядит он с виду как реально старый Фортнайт, потому что, ну, посмотрите на новые версии и на старые, ребят. И думаю, разница очевидна. А так у меня пока что для вас это все. Огромное спасибо за просмотр этого видео. Если вы досмотрели этот ролик до этого момента и до сих пор не поставили лайк, то обязательно сейчас же это исправьте. Я старался. Также, если вы еще здесь, то обязательно пишите в комментариях слово ОЛД. Только так я пойму, что вы досмотрели это видео до конца. И, конечно же, обязательно все подобные комментарии я лайкну. Ну и по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego.